Здравствуйте! Регион продолжает преподносить сюрпризы за байкальцем. На этот раз он призывает штрафовать за отказ от вакцинации. Объектов, облагаемых налогом на имущество, будет больше. С такой инициативой выступил глава региона. О рисках, которые кроются за таким решением, через несколько минут. Зимняя сказка в центре Читы. На площади краевого центра состоялось торжественное открытие ледового городка. А теперь на эти другие темы более подробно. На краю ли за байкалья или еще потерпят? После шокирующих заявлений Александра Осипова о насильственной вакцинации, вопреки требованиям законодательства РФ, общественность ждала, если не громкой отставки, то искренних объяснений со стороны главы региона. А дождались только интервью федеральным каналам с призывом штрафовать за отказ от вакцинации. Что за человек у нас во главе региона прямо сейчас? И вновь рекорд. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов опустился на 77 место из 85 в рейтинге влияния глав регионов, сообщается на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций. В своих исследованиях они опираются на мнение 26 экспертов со всей России, политологов, политехнологов, медиаэкспертов и журналистов. И этот человек набрал на выборах 90% голосов избирателей. Другое авторитетное издание, независимая исследовательская компания «Медиалогия», на основании уже своих методов сообщила, что Осипов только по итогам ноября упал на 7 позиций и занял 76 место в ежемесячном медиарейтинге глав регионов. При расчете медиаиндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе влиятельность источника информации, в основе параметра цитируемость издания в других СМИ, характер упоминания объекта в сообщении, позитивный, негативный, нейтральный, роль объекта в сообщении, главное эпизодическая. У нас в крае сложилась традиция. Второй год подряд в декабре общественность начинает сбор подписей за отставку Александра Осипова. В прошлом году поводом послужил угон рейсового самолета в Чару, когда десятки людей высадили из самолета, команда губернатора улетела по своим делам. К слову, это сошло ему с рук. Но в этом году поводов для возмущения гораздо больше. Неторопливые меры по преодолению последствий урагана, наводнения. Впервые в истории снесло мост Трансиба, локдаун, открытие абсолютов. Призывы к насильственной вакцинации и разрешение на новогодние корпоративы. Читинский общественник объявил о сборе подписей на имя президента России Владимира Путина с требованием отставки губернатора Забайкальского края Александра Осипова за предложение оцеплять кварталы военными и Роспотребнадзором для вакцинации населения. Напомним, что больше 4000 комментариев набрал и пост депутата Московской городской думы Екатерины Нгалычевой в соцсети Инстаграм с призывом отправить в отставку губернатора Забайкальского края. На данный момент под ним набралось почти 23 тысячи лайков. Последние дни года. Надеюсь, что в душе у каждого уже есть немного того состояния конца года, когда у нас оно в нашем народе всегда с определенной сказочной такой ноткой, акцентом идет. Хотя год был, как я говорю, непростой. Хочется, дорогие земляки, чтобы мы сегодня понимали, что все трудности, какие бы ни были и какие перед нами не предстоят, все абсолютно нам по плечу. Александр Осипов в своих обращениях к нам неоднократно подчеркивал, что в Забайкалье проживает особый народ. Трудолюбивый, дружелюбный, искренний и терпеливый. Но насколько хватит терпения у нас и федеральной власти, на этот раз покажет время и расскажет наш телеканал. На дворе 21 век. Все развивается стремительно, однако есть моменты, которые словно застряли в прошлом. Например, в Чите дети с улицы Западная доезжают на школьном автобусе только половину пути. Вспоминается русский писатель Михаил Ломоносов, который пешком отправился в Москву учиться грамоте. Однако, если в 18 веке это представить можно, то в 21-м почему дети за знаниями идут пешком? Нет. И самое ужасное, директор школы номер 24 о проблеме знает, но решать ее не пытается. Школьников с улицы Западная до места назначения не довозят никогда. Дети проезжают половину пути, а после два квартала вынуждены идти пешком. Долгое время Светлана Лепешкина регулярно провожала и встречала со школы своего внука Максима. Женщина бросала все свои дела и подстраивалась под расписание школьного автобуса. Потом просто стала заказывать такси, однако вскоре перестала. Поездки с комфортом больно ударили по семейному бюджету. Благо нашлись добрые люди, кто по пути на работу захватывает на своем автомобиле школьника на уроки. Но днем их тоже высаживают на автобусной остановке на трассе. Днем-то там же видно, никого они не задавят, ничего. Почему их днем тогда не подвозят? И вот я хожу его, встречаю от остановки, наверное, до той остановки, которую они сделали, метров 500. Вообще я его на автобус не вожу, потому что смысла нет. Полдороги идти до трассы, и там трассу перейди, полдороги до школы. Какой смысл? Вот их возят, ну, на работу едут, договариваюсь, завозят в школу, кто едет на работу. Другим ребятишкам, их здесь больше 30, и повезло меньше. Детворе приходится идти дальнее расстояние в любую погоду. По дороге с ребенком случится может все, что угодно, в том числе и нападение бездомных собак, которых в этом районе много. Плюс ко всему, интенсивное движение транспорта, лихачи на дорогах были всегда. Аналогичная проблема и в совхозе. Там проживают больше 20 школьников, и им также приходится наматывать километры по дороге знаний. Они останавливаются на трассе. Они детей также выпускают на трассе. То есть там небезопасно далеко, потому что они разворачиваются, разворот получается на трассе. То есть дети находятся на дороге. Их очень много. Их что утром много ездит у нас в школу, что с обеда. Но даже если утром темно, и он не может заехать нам в деревню, так как он говорит, что то сломался там автобус, то ему неудобно разворачиваться, то там он что-то не видит. Но днем почему он не заезжает? Днем он точно так же не завозит детей и не собирает их. Все дети идут на остановку. Но очень большое расстояние. Детей школьный автобус довозит только до металлобазы. А дальше уже добирайтесь как хотите. Это обусловлено тем, что на остановке нет центрального освещения и нет разворота для такой крупногабаритной техники, как автобус. Пешеходного перехода, к слову, тоже не было. Появился он здесь только после выхода в эфир нашего сюжета. Страшно представить, но дети в течение многих лет перебегали дорогу на свой страх и риск. Как рассказывают местные жители, решить проблему обещала директор школы, но только после того, как образовательному учреждению выделят два новых автобуса. Размером они будут меньше, а значит на дороге им хватит места, чтобы развернуться. Но получилось так, что школа получила два автобуса и вот буквально недели две назад утвердили расписание и нашей улицы западной нет в списках. И мы обратились, значит спросили, у нас есть группа в Айбере, мы спросили у директора, у Ирины Юрьевны, что в чем проблема, почему автобус не доезжает, не подвозит детей до улицы. Она сказала, что ссылаясь на инстанции, что администрации Черновского района, ГИБДД не утверждили маршрут до улицы западной. Но есть учителя, которые сказали, что маршрут утверждают на основании того расписания, которое утверждает директор школы. То есть получается, вот у нас получилось, что мы позвали вновь вас к нам, чтобы решить какую-то проблему. На нашу просьбу пообщаться на камеру директор школы номер 24 Ирина Чупрова отказалась. В личном разговоре она лишь отметила, что из-за приведенных выше причин довозить детей до места назначения небезопасно, а жизни и здоровье ребятишек – это приоритет. Здесь логику директора мы сразу же и потеряли. Если довести школьников до дома равно подвергнуть их опасности, то почему руководство школы не берет во внимание другие негативные факторы, которые поджидают учащихся на пути в школу и обратно? Ведь бросать детей на дороге – это тоже риск, и немалый. Справа, стороны, там метров 400. Туда мы не заходим, там нет освещения, нет дороги, нет разворота, нет остановки. Когда все это будет, мы будем завозить дальше, туда их завозить. Они выходят туда, родители провожают их и обратно забирают. Вот именно – провожают и забирают. Родителям это доставляет ежедневные неудобства. Со всеми вопросами Ирина Чупрова рекомендовала нам обращаться в администрацию Черновского района. Якобы это их зона ответственности, но никак не ее. Однако, как нам удалось выяснить за помощью в решении проблемы к главе Черновского района Василию Турсабаеву, Чупрова даже не обращалась. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Неприятная ситуация получается. Глава района о проблеме узнает от журналистов. А директор школы в это время, как выясняется, и не собирается ничего менять. Ведь на середине темного участка дороги школьников встречают родители. А значит, по мнению Ирины Чупровой, это уже их зона ответственности. Анжелика Панибрашин, Алексей Павлов, ЗАПТВ. Южный военный округ вернет в пункты постоянной дислокации больше 10 тысяч военнослужащих, сообщает Интерфакт со ссылкой на пресс-службу округа. Они месяц проводили занятия в полевых условиях. Для поддержания высокой боевой готовности во всех соединениях и воинских частях ЮВО на период новогодних праздников будут назначены дежурные подразделения, средства усиления, а также силы для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Дороги от наледи в Сретенском районе Забайкальского края чистят при помощи военной техники. Об этом сообщается на официальном портале региона со ссылкой на вице-премьера регионального правительства Алексея Кошлева. Соуслов, наледи на дорогах появились в восьми районах края. Всего зафиксировано 282 наледи. Работы по расчистке дорог будут финансировать за счет статьи на текущее содержание региональных трасс. Оформить заявление на получение медицинской помощи от фонда «Круг добра» родители и законные представители детей теперь смогут через единый портал госуслуг. Специалисты соберут нужный комплект документов, включая медицинские, сформируют заявку и направят ее для рассмотрения. Актуальную информацию можно получить в личном кабинете, а также по электронной почте или СМС. В 2022 году в России ужесточат законы, которые касаются ограничений для курящих людей. Подробнее об этом рассказало агентство «Прайм» юрист Европейской юридической службы Павел Корытов. Так, россиян начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. Санкции составят от 3000 рублей. Кроме того, с курением сигареты вейпов в неположенных местах в России будут бороться с помощью камер видеонаблюдения. Сейчас начинается разработка системы, позволяющей оперативно отловить нарушителя и подать сигнал в соответствующие органы. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Только до 31 декабря. Скидка на зимнюю обувь 50%. Каждое 20 число месяца скидка 20%. Магазин «Центр обуви». В торговом центре «Фортуна» и на КСК. Торговый центр «Бумеранг» Фадеева 20А. Нордическая выставка приглашает современная зимняя высокотехнологичная одежда от ведущих производителей Европы и Северной Америки на межсезонье и суровые морозы до минус 50 градусов. Канадские пуховики и аляски, парки и кожаные куртки, дубленки и шубы на любой вкус и размер по оптовым ценам производителя. На выставке представлены те технологические решения, которые смогли найти ведущие мировые производители одежды. Ждем вас на нашей выставке. Губернатор Александр Осипов внес на рассмотрение в Краевый парламент закон о расширении перечня объектов, облагаемых налогом на имущество. Пандемия и отсутствие ощутимой поддержки от власти уже поставили бизнес в сложное положение. Дополнительная налоговая нагрузка, безусловно, усугубит его состояние. К тому же недострой станет предпринимателем невыгоден и налог на него ляжет в стоимости жилья. Подробнее в теме разбирались мои коллеги. Губернатор Александр Осипов инициировал расширение списка объектов, облагаемых налогом на имущество, а также установил единую для всех категорий ставку в 2%. Об этом гласят изменения в законопроекта налоги на имущество организации, который Осипов внес в законодательное собрание региона. В пояснительной записке губернатор настойчиво просит председателя Юрия Кона принять поправки аж в двух чтениях на одном заседании, чтобы уже с 1 января 2022 года начислять максимальный налог. Цель одна – пополнить краевой бюджет, поскольку всем давно понятно, что налогами едиными и дотациями из Москвы и живет край. Но уже традиционно власть разрабатывает законы двойных стандартов, что гласит статья 2 прежней редакции. Отчетные периоды не устанавливаются для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих товариществ. Товариществ собственников жилья, религиозных объединений, гаражных кооперативов, общественных объединений, фондов и политических партий. Но уже в поправках губернатор просит признать эту статью недействительной. Статью 2 закона Забайкальского края номер 72 признать утратившей силу с целью создания равных условий налогообложения ко всем налогоплательщикам Забайкальского края. Далеко не ко всем облагаются налогом гаражи, машиноместа, объекты незавершенного строительства, садовые дома, строения индивидуального жилищного строительства. Но не недвижимость политических партий или религиозных объединений. Остались еще категории, которые губернатору действительно не безразличны. За малый бизнес он вступался словесно, да и скорее для поддержания имиджа. У тех, у кого объекты стоят недорого, те, у кого нет соответствующих доходов, у них должна быть она низкая, пониже. У тех, у кого, наоборот, объекты дорогие, кто зарабатывает много, на других причем, они должны с обществом, естественно, делиться. Не сумел губернатор заставить предпринимателей платить налог с неимоверно завышенной кадастровой стоимости. 70% предпринимателей, подавших иски в суды, их выиграли. Стоимость имущества удалось снизить, но возвращать излишне уплаченный налог законотворцы не собираются. Выработали решение, что создаем рабочую группу и будем в течение года какие-то проблемные вопросы корректировать. У нас уплата налога по ОКСам, то есть по объектам капитального строительства, будет в конце следующего года, поэтому у нас есть определенное время для того, чтобы откорректировать. Подкорректировали. В ноябре этого года предприниматели получили квитанции на оплату налога, по которым им нужно заплатить в 2, 5 или даже 10 раз больше. Под угрозой оказалось само существование бизнеса, особенно в период пандемии. Но на ум губернатору пришло другое безумное решение, отложенное в прошлом году. Обложить налогом не только машиноместа, гаражи и прочее, но и недострой, в том числе в жилищном строительстве. К чему всё это приведёт? Во-первых, ни один инвестор не захочет строить в крае свои объекты. Он ещё не работает, а налог уже должен платить, с учётом того, что средний срок строительства – 2-3 года. Во-вторых, строительные компании, на чьём балансе стоят незаконченные дома, этот самый налог будут закладывать в стоимость квадратного метра готового жилья. А ведь сегодняшняя стоимость квартиры без того для населения региона неподъёмная. Губернатор просит поскорее принять закон, будто не понимая, что в случае роста налога его плата каскадом будет переложена на покупателей и потребителей. То есть бюджет на 156 свободных к расходованию миллионов пополнит население. Редакция направила губернатору запрос, но вопросы, которые мы задали, необходимо было озвучивать предпринимателям раньше. Повышение налога будет рассмотрено депутатами уже на сессии 24 декабря. В канун Нового года Забайкалье из федерального центра получилось выше 2 миллиардов рублей. Более полумиллиарда направлено на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. На что будут направлены денежные средства и кто получит ощутимую финансовую поддержку? Прямо сейчас. Бюджет Забайкалье 2022 обрел статус закона края. Этому предшествовали два месяца острых дискуссий на площадках всех парламентских комитетов. В отличие от первоначально заявленных параметров, доходная часть краевой казны ко второму чтению приросла на 8,6 миллиардов рублей и составила без малого 97 миллиардов. Расходы выросли почти до 100 миллиардов рублей. Дефицит остался прежним 2,7 миллиарда. Именно с таким кошельком Забайкалью предстоит жить в будущем году. Как показало итоговое голосование, финальные цифры устроили не всех парламентариев. Во втором чтении фракция КПРФ также не поддержала проект бюджета на 2022 год. Потому что мы не считаем, что это бюджет развития, это бюджет с протянутой рукой. Нет никаких условий для развития собственной промышленности, лесотехнического комплекса. То есть у нас одни упования идут только на федеральный центр. Своих денег у нас как таковых не будет. Поэтому мы здесь опять голосовали против. В отличие от коммунистов, ведущие парламентские фракции настроены более позитивно. Я в преддверии принятия первого чтения бюджета акцентировал свое внимание, внимание нашей фракции на ряд вопросов. Очень важных, социально значимых вопросов. Я сейчас к этому подойду и немножко их пошире раскрою. Потому что это, ну, скажем так, это одна из тех небольших, да, вот один вопрос-то, одна из тех небольших, ну, по моему мнению, очень важных побед, достижений именно нашей фракции. Вот сегодня при докладе, да, коллеги сказали то, что поправки, внесенные в бюджет 22-го года, были учтены. А то есть со следующего года, опять же, вот наши ребятишки, да, обучающиеся в школе, я акцентирую внимание, в кадетской школе государственной, которая в городе Чита, она единственная в Забайкальском крае, наконец-то смогут получать обмундирование за счет средств Забайкальского края, чего раньше не было. Этот вопрос раньше был открыт, с самого начала, то есть они никогда не получали там обмундирование за счет средств Забайкальского края. Это очень важно, потому что там порядка 350 воспитанников обучается, школа находится, в ней находится интернат, то есть они с районов края, они проживают там. Значит, и это часть из этих детей, как раз-таки дети из малообеспеченных семей. Победой депутатов стало также увеличение со следующего года размера компенсации за жилищно-коммунальные расходы работникам бюджетной сферы, проживающим в сельской местности, финансирование выплат спортсменам за высокие достижения, выделение средств на разработку ПСД для строительства детской поликлиники на КСК. Между тем, больше 60 других позиций, на которых настаивал депутатский корпус, в ходе обсуждения проекта бюджета пока не удалось вместить в почти 100 миллиардные расходы. Это касается и средства дорог, и ремонта заведений, то есть общественных заведений, это касается у нас работы учреждений, в части, вернее, работы в части повышения зарплат для муниципалитетов, для учителей, поддержка здравоохранения по линии тех, кто работает в красной зоне. То есть все актуальные проблемы были отражены в постановлении. Поэтому надеемся, что то, что мы заложили, будет исполнено. Всего за рамками принятого 24 декабря главного финансового документа края осталось 63 депутатских предложения. Их исполнение ЗАГС собрания будет контролировать через специальное бюджетное постановление. По практике предыдущих лет оно выполняется практически на 100% по мере того, как будет прирастать краевая казна. Там работает резиденция Деда Мороза, поэтому случайно встретить старого кудесника – большая вероятность. На центральной площади краевого центра состоялось торжественное открытие ледового городка. О месте, где больше всего верится в чудеса – прямо сейчас. Если у вас нет новогоднего настроения, значит вы не были на открытии центральной площади. Здесь все сверкает и переливается яркими красками, нарядно и красиво. Свой вклад, как и прежде, внесли народные мастера. Ледяные скульптуры сказочных героев с подсветками внутри особенно радуют маленьких читинцев. За хозяйку Медной горы Александр Голиков награды не получил. На завершение начатого не хватило главного. Времени из-за работы, из-за некоторых обстоятельств, которые в поломке скульптуры были, поэтому, наверное, не успел доделать. На изготовление ледяных скульптур было отведено две недели. Алексей Ставпецкий в конкурсе участвует уже шестой раз. На рождение скульптуры «Друзья» у него ежедневно уходило по 3-4 часа, и все не зря. В этом году забайкальский умелец впервые одержал победу за лучшее композиционное решение. Светодиодный фонтан и нарядная елка – те самые изюминки новогодней картины. В этом году вокруг зеленой красавицы залили каток, поэтому хороводы вокруг нее водиться будут всю зиму. Читинцы настолько окунулись в праздничную атмосферу, что, несмотря на мороз, спустились в пляс вместе с танцевальными коллективами. Новый год! Новый год! Новый год! Новый год! Новый год! Мы создали для нас жители нашего города, и мы сегодня создадим тоже праздник для наших стинцев. И очень рады, я очень люблю свою чту, свой город. Конечно же, новогоднее настроение такое прекрасное, радостное и сказочное, самое главное, волшебное. Сегодня все собрались, и животные, и снеговики, и Деда Морозы. Ну и какой Новый год без главной зимней забавы – катания с ледяной горки. Неудивительно, что озорная детвора здесь облюбовала именно ее. Все хорошо, отлично, нам понравилось. Ребенку тоже спасибо большое. Красиво, хорошая горка. Замечательно вообще, как бы и толпучки нету такой, что не сшибает людей ничего. Нормально, замечательный городок. Все, все мне нравится. Это родной край, и отсюда никуда. И это все, о чем я и мои коллеги успели вам рассказать. Мы следим за развитием событий в городе и крае. Я благодарю вас за внимание, всего вам самого доброго. Увидимся уже завтра, до встречи. Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на ЗАП-ТВ. Спонсоры показа магазины «Интимиссими» и «Кальцедония». Найди свою силу, почувствуй свою красоту, прими ее, поверь в себя. Ведь каждая женщина уникальна, и всем нам нужно что-то особенное. Безгальтеры в новом кружеве до размера «Ф» созданы с любовью «Интимиссими». 28 декабря отмечается Международный день кино. Повторник. Погода будет облачной. С прояснениями. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура ночью минус 27, минус 25. И от 14 до 16 градусов мороза днем. Желаю вам прекрасного дня и до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!